А теперь вернёмся в зал суда. Истец Андрей Галимов подаёт иск об отмене усыновления 10-летнего Олега Карпенко. Ответчик Игорь Карпенко с иском согласен частично. Ваша честь, прошу вас удовлетворить мой иск об отмене усыновления со Светланой Константиновной. У нас есть совместный сын. И в своё время, 7 лет назад, я подписал, чтобы можно было усыновить. И вот сейчас, в данный момент, мне хотелось бы, так как они в разводе уже, мне хотелось бы вернуть свои отцовские права. Подписал я, потому что в тот момент у меня был такой тяжёлый жизненный период. Было тяжёлый, и я вёл аморальный образ жизни. То есть ребёнку не надо было со мной находиться. Много выпивал, ну и, соответственно, негативно сказывалось бы на воспитании ребёнка. Поэтому я пошёл на такой ход. В текущем режиме они развелись. У меня сейчас, в данный момент, я восстановился, реабилитировался. Вот. Прошёл период кодировки. Не пью. Вот. Есть хорошая работа. Вот. У меня было время переосмыслить всё. Получил серьёзную травму, лежал в больнице, и вот было время переосмыслить. Вот. В текущем режиме я хочу стать отцом. Вот. Прошёл удовлетворительный риск. Подождите, естественно, вы как-то всё рассказали исключительно о себе, понимаете, в чём дело. А ведь отмена усыновления происходит в ситуации, когда это должно отвечать интересам ребёнка. А вы сейчас всё, что вы сказали, я переосмыслил, я понял. А в чём тогда смысл отмены усыновления, исходя из интересов ребёнка? Скажите, пожалуйста. Ну, у него должен быть биологический отец. А биологический отец – это я. Чему вот является подтверждение, вот есть справка. То есть материальное состояние – раз. И в данный момент они в разводе, она одна. То бишь ребёнок не должен быть без отца. Биологический отец – это я. Ну, хорошо. Скажите, пожалуйста, а вы как-то с ребёнком общаетесь? Нет, она не даёт мне. Из-за этого я вот хочу постепенно восстановить свои, как говорится, с ребёнком отношения. В данный момент я восстановил свои материальные, моральные качества. И сейчас больше волнует меня этот вопрос. Ну, то есть вы считаете, что если будет отменено усыновление, то у вас появится возможность требовать встреч с ребёнком? И вы считаете, что в этой ситуации ваша бывшая супруга не будет иметь возможности препятствовать в общении с ребёнком? Я правильно вас понимаю? Да, абсолютно. Так, мне, пожалуйста, решение суда проведения усыновления есть на руках? Есть. А, у вас, да? Будьте добры, пожалуйста, через судебного пристава передайте. Так, пожалуйста, отвечки, я вас слушаю. Ваша честь, в данном деле, как говорят на Востоке, я раздвоился. С одной стороны, я к колешке, к сыну привязался за все эти годы, но с другой стороны, мы со Светланой-то уже давно развелись. Давно, полтора года. Светлана, я улечил тебя в измене и не собираюсь прощать. Ну, а при чём тут эта к ребёнку не имеет отношения? Ваша честь, с сыном она мне не даёт видеться совершенно. А он не спрашивает вообще-то. Твердит как автоответчик, он не твой сын, не твой сын. Ну, фактически я не участвую, только деньги даю и всё. Вот в этом весь и вопрос, Ваша честь. Светлана, Светлана. Весь вопрос вот именно в день. Светлана, Светлана, Светлана. А с другой стороны, вот Андрей, он его настоящий отец. Настоящий. Пять лет без пробудного пьянства. То есть у него утро начиналось так. Он просыпается, идёт до ларька, берёт бутылочку водочки, её хватает часов на два часа, потом он до пяти лежит в прострации. Не, ну это не повод, не повод, сейчас уже этого нет. Всё. Вот это вся жизнь. Уже такого нет. Полтора года всего этого нет. Уже полтора года. Уже был. И опять же, почему этого нет? И зачем об этом напоминать? Потому что мой благоверный номер два, это вот мой второй бывший муж. Опять же, это первый бывший муж, это второй бывший муж. А третий кто? В вечном поиске? В вечном поиске. Это вообще тебя не должно касаться. Мы сейчас о ребёнке говорим. Так вот, второй мой бывший муж, он что сделал? Ему невыгодно платить алименты, понимаете? Я когда с ним брак расторгала, я подала на взыскание алиментов. И так как он предприниматель, с него взыскали 30 тысяч рублей, у него доход нормальный. И сейчас он просто что делает? Он находит, значит, моего первого бывшего мужа, подходит к нему, говорит, слушай, брат, такое дело, давай-ка мы отыграем всё. Он берёт его на работу, посмотрите, он справку с места работы. Он работает в фирме, в его... Мы двое больное место, двое больное фантазии. Мы проживали в своё время. Да, а теперь моего ребёнка перекидывают, как переходящий приз. Он берёт, значит, его на работу. Почему? Он сейчас ему на книжку положил деньги, даже не он, а его мама. Что вот у меня деньги есть, пожалуйста. А он дальше вообще не понимает, что с ребёнком делать. Подождите, ну, исходя из того, что вы рассказываете, как вы говорите, мой второй бывший муж уже не занимается воспитанием ребёнка вообще? Практически нет. Так, ну, он пытается как бы вот сейчас так преподнести, что не занимается, да? Ну, он, в общем-то, и не изъявлял желание с ним видеться. Я бы дала ему видеться. А в прошлые выходные, ну, посаран, откуда? Какого-нибудь посаран-то, что ли? Да тебе больше материально интересный вопрос, а не духовный. А ребёнку что нужно? Здрасте, материальные интересы, они как раз дают ребёнку нормальное образование, нормальная одежда. У меня сейчас тоже нормальная зарплата, я могу себе позволить. Какая нормальная? Ты сравнивал с Игоревой зарплату свою? Ну, я-то часть даю. А что тебе всю зарплату отдаёшь? А чего он всё будет отдавать-то? Я же ему, женой опять не буду, не собираюсь за этого алкоголика. Зачем он мне нужен? Что, и на алиментах это лучше будет? А с тебя что мы будем иметь? Ты что, всю зарплату нам будешь отдавать? Зарплата-то всего одна четвёртая, это, одна четвёртая алимента, если что, от зарплаты. Он мне всё, ну, по крайней мере, больше того, что он сейчас тебе в качестве подачки даёт. Меньше, 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 меньше. Видеться не даём, но деньги берём. И ребёнок, опять же, называют папой Игоря. Андрея, он не помнит, он только в страшном сне о нём привидится, потому что папа в то время пил, пил и пил. Ты мне не дала один раз встретить, если я приехал, ты мне даже из лифта не дала выйти. А ты сам трудно выходил, на четвереньках трудно выходил. Так, ответчик, будьте добры, свидетельство о расторжении брака, будьте добры. Вот, вот, Игоря. Да, вот. Так, пожалуйста, органы опеки, я вас слушаю. Ваша честь, ну, мы исходим чисто из интересов ребёнка, конечно же. Все вот эти вот распри этого треугольника не первичны для нас. Конечно, Андрея Владимировича мы поддержать не можем его иски. По двум причинам. Объясню почему. Первая причина – это очень короткий срок трезвости, прямо скажем. Полтора года трезвости после такого пятилетнего убойного пьянства дикого – это очень мало. У нас множество случаев, когда и при более длительном сроке трезвости срывались люди. Вот мы с ним побеседовали, и у нас склалось такое устойчивое впечатление, что ему этот ребёнок нужен не как осознанная необходимость, чтобы вот взвалить на себя бремя вместе с мамой, там, воспитание, содержание, а просто вот ещё один якорь, чтобы удержаться в мире трезвости. Правда, Андрей Владимирович? Вот. Вы сами толкаете. Вторая причина – это Игорь Сергеевич. Игорь Сергеевич, мальчик носит вашу фамилию. Он называет вас папой, понимаете? А видеться можно? Конечно. Если вам препятствуют, для этого у нас есть суд, можно обратиться и подать соответствующий иск. Но мне-то она не даёт встретиться. Почему? А ты вообще никто ребёнка. Игорь Сергеевич, чего я ему буду давать? Не будем скрывать платья такие хорошие элементы, которые обеспечивают мальчику нормальную жизнь. Поэтому мы считаем, исходя из интересов мальчика, надо на сегодняшний день, по крайней мере, удовлетворять этот иск, мы считаем. Так, а мама-то у нас работает? Нет, я домохозяйка. Да. И это учитывая. Ну, то есть практически, если я правильно понимаю, то алименты от вечера идут не только на содержание сына, но и на содержание мамы. Вот она, если что, чего добиваться? Ну, в какой-то степени. Ребёнку, опять же, хорошо, если маме хорошо. А кошелёк, он очень много имеет, большую роль. Нет, просто, понимаете, естественно, меня немножко настораживает следующее. Два обстоятельства из того, что я сейчас, по крайней мере, услышала. Первое, что у вас нет контакта с ребёнком, потому что... Нет, ещё раз, ещё раз. Органы опеки и попечительства абсолютно правильно сказали. Кроме того, меня настораживает ещё одно обстоятельство, что именно по времени совпадает ваше обращение в суд с вашим трудоустройством к ответчику. Понимаете, не вообще куда-то вы трудоустроились, а именно в данный момент вы работаете у ответчика. И, следовательно, я могу... Извините меня, пожалуйста, но меня как бы профессия иногда обязывает исходить не из лучшего, а из худшего. Вот давайте так, я сейчас отменю усыновление. Вы постарайтесь наладить контакт с ребёнком. После этого ответчик вас уволит. И у нас будет мама... А, не работающий, нет, ну... Можно сказать вообще? Отец, ну вы не зарекаетесь, потому что, понимаете... Я хочу разрушить вашу предвзятость к этому моменту. Это не предвзятость, простите, пожалуйста. Это мои опасения, потому что ни ваши мотивы, ни мотивы ответчика, ни мотивы даже мамы в этой ситуации, они отходят на второй план. Необходимо обеспечить ребёнку тот уровень жизни, который у него есть. И поэтому у меня есть опасение, что я-то ответчика понимаю, он и не скрывает. Он говорит, что я должен такие алименты... У нас очень давние взаимоотношения, он мне помог не потому, что это какой-то семейный треугольник. Не знаю, естественно, не знаю, будет проведено отмена усыновления, нет никаких гарантий, что вам не придётся покинуть это место работы. Никто вам не таких гарантий не даст, какие бы ни были у вас взаимоотношения. А больше, в общем-то, никуда не возьмут с таким послужным списком, что пять лет нигде не работал, и постоянные приводы были, и в трезвяк, и всё. Ну а до этих пяти лет, когда мы были совместной жизни... А до этих пяти лет, да тоже это были, только пьянки, гуляки, сплошные. Вы, пожалуйста, органы опеки через судебного пристава передайте. А почему, естественно, спросите, пожалуйста, а почему именно вас взяли на работу, почему ответчик вас принял на работу именно перед очень незначительным сроком перед судебным... Они не за эти полтора года. Действительно, этот момент такой очень тонкий, потому что я трудоустраивался... Скользкий даже, я бы сказала. Он не скользкий, не надо ехидничать, он тонкий. Я искал через интернет, через биржу, искал, ну, вакансию. А нашёл друга только. Вот, и если у меня есть простой вариант, если у меня есть товарищ, который есть в своей фирме, почему он не может к себе... Ну там, так, я понимаю. Просто не надо ребёнка перекидывать вот так, как игрушку. Назвался отцом, полезай в кузов, и всё. Так я узнаю. Так, суд удаляется о принятии решения. А теперь вернёмся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, позицию ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив третье лицо маму-ребёнка, а также третье лицо представителей органов опеки и попечительства, и приобщив их заключение к материалам дела, рассмотрев все представленные документы, выиски об отмене усыновления считает необходимым отказать. Суд не отменяет усыновление, потому что в данной жизненной ситуации это не будет отвечать интересам ребёнка. Ребёнок практически не знает своего отца, так как он был в малолетнем возрасте усыновлён мужем матери, который занимался его воспитанием до расторжения брака. Истец в настоящее время не установил каких-либо отношений с ребёнком, материально его не поддерживает и не содержит. Ответчик в данной ситуации как усыновитель добросовестно выполняет свои обязанности по материальному обеспечению ребёнка и после развода с его матерью. Учитывая, что мать в настоящее время не имеет каких-либо источников дохода, отмена усыновления привела бы к существенному ухудшению того материального обеспечения, которое в настоящее время имеет ребёнок. Поэтому, исходя из интересов ребёнка, суд считает, что отмена усыновления не будет способствовать в данной ситуации его интересам. Истец вам необходима... Это не означает, что это окончательное решение, у вас есть возможность ещё раз обратиться в суд. Но для того, чтобы вы смогли обратиться в суд, вам необходимо, во-первых, учитывая, что мама занимает такую позицию, как я понимаю, она не собирается дальше работать, никуда идти, да? Поэтому вам нужно будет доказывать, что ваш материальный уровень, который вы сможете обеспечить ребёнку, будет не хуже, чем на сегодняшний день есть у ребёнка. И самое главное, вы должны наладить взаимоотношения с ребёнком. Нет, истец, ещё раз. Это я не могу за вас решить эту проблему. Понимаете, в чём дело? Я вам говорю, что должно быть. Вот согласитесь со мной, если суд вам объясняет, что он не может отменить усыновление, исходя из двух вещей, у вас оттолстывает контакт с ребёнком, потому что если бы вы представили доказательство того, что у вас есть налаженный контакт с ребёнком, поверьте, я и органы опеки и попечительства, учитывая, что усыновитель не занимается фактически воспитанием ребёнка, конечно бы, безусловно, пошли бы навстречу тому мужчине, который будет заниматься воспитанием ребёнка. И материальное обеспечение здесь было бы на втором плане. Поэтому, истец, это в данной ситуации всё в ваших руках. Истец и ответчик, суд огласил своё решение, благодарит вас за участие в судебном заседании. Дело закрыто. Решение суда. В иске отказать. Ну, знаете, я всё-таки думаю, что несправедливо, потому что я завязал с пьянством, веду нормальный образ жизни, и я полностью не согласен с этим. Постоянно этим не упоминать, и как бы это, я считаю, не совсем правильно. Моё бывшее думает только о себе, о своём достатке. А думать нужно в первую очередь о ребёнке.